вот этот дом друзья в даунтаун Лос-Алтас построили когда мы жили в городе году в девяносто шестом седьмом и этот дом такой ну как бы для людей пожилых до пенсионеров чтобы купить здесь квартиру надо было быть уже жителем Лос-Алтас и квартиры трехкомнатные стоили тогда 600 тысяч это были баснословные деньги сказочные потому что за 600 тысяч тогда можно было дом купить но может быть там не самые шикарные но все-таки вот а тут квартира а сейчас я даже себе представить не могу сколько они стоят вот друзья спрашивают можно ли сорвать конечно можно все что висит на публике можно так тут не дотянешься мне кажется высоко апельсинчики да что это красивый город Лос-Алтас не только вот где дома у людей но и даунтаун очень симпатичный смотрите как тут последнее время понастроили мы друзья отправились гулять по Лос-Алтас и покажем вам немножко тут есть пятачок интересный с красивыми домами мы туда идем а это просто так люди живут и у нас на канале есть фильм который я ну видео который я снимал очень давно одно из первых наших со светой по моему еще дожили даже в Лос-Алтас и так и называется там прогулка по Лос-Алтас там довольно много просмотров кстати если вы на Лос-Алтас поищите единственно что там разрешение не очень высокое потому что мы в то время снимали там чуть ли не 480 это не было HD даже самое скромное вот так вот гуляем себе по Лос-Алтас а сколько времени мы не знаем все мы уже по времени пропустили возможно возможность попасть на какой-нибудь open house уже open house и все позакрывались суббота воскресенье вот сейчас вот очень много стало в четверг вот я ехал на машине я был потрясен потому что в четверг никогда не был open house так а вот это такой закуток друзья мы вступаем в закуток закуток интересен тем что в нем дома красивые если это тот закуток может быть не знаете что может быть нет это тот не тот похоже что не тот но мы идем в тот мы идем в тот закуток птички там где деньги выплачены там тебе и птички будут выжить как поют а какие домики с колоннами с понтом кирпичные это вряд ли это кирпич это скорее всего отделка так вы держите птички дерево какой ребят какое дерево какая крона ой 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 да хорошо хорошо поют друзья американские птицы они не участвуют в политических перипетиях вы знаете что это похоже тот самый переулочек только тут немножко построили такого чего раньше не было поэтому я его не сразу признал до время идет тут строится да это тот самый переулочек вот такие кирпичные спонтом кирпичный вот мне нравится такое выражение спонтом кирпичный и тут такой кружок кружок красота просто идет красота я с такой камерой может быть люди смотрят на меня из окон думать он тут ходит со своей камеры это возможно я ходил тут с камерой друзья когда этих вот домов вот этих вообще еще не было я помню такое время когда все это строилось у меня на глазах да так сейчас мы развернемся и солнышко будет нам в спину светить может не совсем спину на все-таки лучше чем когда мы двигались в эту сторону вы чего есть какое-то впечатление да тихо тихо птички поют когда-то друзья мы вот в этом доме были на опенхаузе громадный такой даже не знаю домом не назовешь усадьба так девочки что это за дерево такое с белыми большими цветами в пионерлагеря было в крыму что ли краснодарский край о но это шикарно да давайте магнолия называется магнолия единственное что это магнолия теряет листья круглый год и они здоровенные тяжелые падают их нас все время убирать но цветы потрясающими и пахнут знаете когда вот сезоны они пахнут это вообще что-то так это как сосна какая-то знать что творится так бамбук друзья вы как в песне а я бамбук там московский простой бамбук вот а это не простой может быть даже и не московский да ох он разрастается этот бамбук страшное дело страшное дело смотрите как ох магнолия вот магнолия это друзья чисто лос-алтовский такой пейзаж тут весь город был в этих магнолиях раньше конечно когда строят перестраивать от них потихоньку избавляются действительно очень много грязи от них в виде этих листьев но вообще потрясающе про друзья как и маленький замок почтовый ящик на 4 ячейки кирпичик так все симпатично вот ты крыша такой slate так называемый давайте вам покажу крышу может быть поближе вот такой материал хороший дорогой это не деревянные эти чурочки и не не асфальт шингл это хорошая дорогая крыша вот он друзья такой лос-алтовский проселок ну асфальтированный конечно асфальтированный но вот так вот тут мило мирно американский флаг в общем но видеть такой флаг в таком в траурном положении потому что у нас мемориал дэй завтра и мемориал дэй некоторые путают с ветеран с дэй это разные вещи мемориал дэй это день памяти тех кто погиб в разных войнах находясь в рядах вооруженных сил не вообще погибших а искать войну солдат офицеров а день ветеранов это не день тех кто погиб а это день тех кто служил в вооруженных силах независимо от того живы они там или погибли тогда это это праздник всех то есть такой ветеранский и вот день ветеранов это 11 ноября это связано насколько я помню с окончанием первой мировой войны а вот мемориал дэй это последний понедельник мая сосна друзья сосна то есть как крышу знаете как крышу ему завалило сосновыми иголками правда прикольно вот все это может плохо кончится вы видите вот эти вот гатор и то есть ну горизонтальные штуки для слива воды и вот они заваливаются иголками и вода начинает вести себя неправильно а вот друзья вот друзья автомобилы человек явно их коллекционирует скорее всего он что-то с ними делает потом ну а смотрите какие тачки так вот и живут казалось бы эти друзья сколько нужно в сил и времени что все это убрать и здесь есть трюк сами они убирать не будут а просто кого-то наймут а оригинально вот так друзья едешь полосалтас и вдруг бах такой маленький рыночек вот давайте зайдем если мне не не скажут прекратить съемку значит мы с вами посмотрим но тоже сейчас вы видите какие-то цены значит через это имеется ввиду черешня не вишни так большие крупные плюбери зукини брокколи цветочки так пошли смотреть пошли смотреть делаем вид что мы как бы участвуем в процессе ой прям тележечки такой достать как колхозе мандаринчики да это не дешевое место в смысле что если вы можете сказать ой какие цены то же самое вдвое дешевле можно купить но может быть она немножко будет отличаться там по свежести или там по органичности органическости но в общем это все доступно по гораздо более привлекательным ценам но зато и ходить никуда не надо вот видите мешок черешни по пятерке но большая красивая красивая черешенка однако одной нектарины тоже по пятерке за фунт довольно дорого конечно грейпфроты танжелос за что мы любим лос-алтес друзья здесь приятно вот так идешь и приятно я бы послушайте как пахнет хорошо пытаюсь понять чем пахнет даже нет по моему эта машинка для того чтобы сок отжимать потом в корзинку сверху бросаешь апельсины и они там дальше так прокатываются и вот здесь вот можно получить готовый там еще внутри много там о том большой какой господи давайте зайдем внутрь и такой большой-большой красивый красиво так то что большой магазин я никогда здесь не был честно мы жили много лет в лос-алтес и никогда не был в лос-алтес и я думаю что я наверно не буду больше снимать а только подумают что этот какой-то шпион а вот друзья построили тут гостиничку такую это прям натуральная французская вещь хочется так и сказать что то а там на нем написано бутик хотел видите как что творится бутик хотел мы-то привыкли бутик вайн правда бутиковые вина а тут вот ну может то из одежды чего а тут хотел дал обе с числе старинный но поставлены недавно вот вспоминаю друзья когда я был страховым агентом у меня вот пол улицы было застраховано да ну так просто уже придешь там мимо идешь поболтал застраховал у всех проблемы там кто подешевле хочет кому не заплатили там каком-то какой-то клейм там был так что есть такой термин даже называется main street бизнес улица по которой мы идем называется main street но не имеется ввиду наших main street а имеется ввиду что в каждом небольшом городке есть своя main street вот это как бы местная улица ленина вот так если вы понимаете о чем я говорю значит вот и вот на этой улице ленина общая американская кафешки парикмахерские что там бывает магазинчики всевозможные ритейл розничная торговля вот это main street бизнес все страховые компании очень любят вот этот main street бизнес я надеюсь друзья солнышко не помешает вам прочесть это перекресток main street по которой мы движемся и что там у нас first first street ну там часть солнышком высвечивается вы видите а вот он вот и перекресток друзья обе обе улочки совершенно замечательно вот мы движемся по main street и задача такая дойти до конца тут все-то квартала три-четыре то ним немного их тут вау я спросил у женщины почему девочки почему у них одна нога оранжевая такая красная другая зеленая это просто подружки и одна была в зеленых таких гольфах а другая в оранжевых они поменялись по одному гольфу каждая и получилась какая-то новая мода вот друзья их уже там к семи ну тут люди внутри сидят да а так вообще когда часов восемь будет вечера вообще кроме там баскин роббинсон мороженое пробинсон вот так вообще ничего не останется это сейчас еще люди могут там на ужин пойти воскресенье так вот такой полинялый друзья полинялый американский флаг мы когда конкурсы устраиваем и шлем победителем американские флаги шлем только новые и только made in america друзья но здесь как бы бизнес прям основе послать и даже есть могу сказать что там ничего нет никакого основания просто просверлили дырку и все абсолютно вот не укрепленную ничем вот конечно был бы по новей было бы более вдохновляюще красивые камушки правда розовый кварц а это просто кварц а еще в таком месте симпатично смотрите так вот тут кончается город лос-алтес даунтаун лос-алтес друзья состоит из двух улиц одна называется мейн а другая называется стейт вот мы сейчас оказались на улице стейт так прогуливаемся ну вот да кофейня и так особо ничего и нет народ практически нет машин даже особо нет так монумент вот монумент хотя я сначала подумал может где-то для велосипедов но потом смотрю там табличка какая-то там табличка вот я вам сейчас покажу то есть это не для велосипедов а произведение культуры и искусство прям колониальный стиль да смотрите как кстати друзья спрашивали нет ли вот таких мест где чинят компьютеры я как раз вывеску увидел подумал о слушайте наверное есть наверное есть вот место где чинят компьютеры продажа обслуживания ремонт а вот тут такая видите внутренняя жизнь там люди ну проходит проводит хорошо время можно сказать что они просто закусывают и выпивают но это их чисто как они это делают а что они делают они хорошо проводят время Баскин Робинс друзья здесь бьется пульс ночной жизни города Лос-Алтес